Охотское море расположено в северо-западной части Тихого океана у берегов Азии и отделяется от него полуостровом Камчатка, грядой Курильских островов и островом Хоккайдо. От соседнего Японского моря Охотское море отделено островом Сахалин, а соединяются они проливами Лаперуза и через Амурский лиман проливами Невельского и Татарским проливом. Площадь Охотского моря составляет 1 603 000 квадратных километров. Его средняя глубина составляет 821 метр. Максимальная глубина Охотского моря 3916 метров. По своему географическому положению Охотское море относится к окраинам смешанного материково-окраинного типа. С правовым статусом моря будем разбираться. Охотское море омывает берега России и Японии. Большая часть акватории моря относится к исключительной экономической зоне России, не считая нейтральных вод и небольшой части моря, прилегающей к острову Хоккайдо и относящейся к исключительной экономической зоне Японии. Охотское море не является внутренним морем России, как, например, Белое море, так как оно омывает берега другого государства. Из Конвенции ООН по морскому праву Охотское море может считаться полузамкнутым, так как оно окружено двумя государствами, состоит главным образом из территориальных вод и исключительных экономических зон России и Японии. В 2014 году, спустя 12 лет после подачи заявки, комиссия ООН все же признала российским шельфом часть Охотского моря площадью 52 тысячи квадратных километров, относящуюся к нейтральным водам. Россия получила исключительное право на добычу крабов и других донных биоресурсов на дне шельфа, право регулирования промысла рыбы других стран, а также исключительное право на разработку недр на этом участке с приблизительной оценкой в 1 миллиард тонн углеводородов. На данный момент Япония имеет претензии на статус четырех южнокурильских островов, которые входят в состав Сахалинской области России. Это острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабамай. Хоть Япония не входит в состав НАТО, она является одной из стран за пределами Евроатлантического региона, который относится к так называемым глобальным партнерам НАТО. При этом на территории Японии размещено около 150 военных баз США. Потенциальное расширение морских границ Японии приведет к снижению безопасности на границах России. Кроме вопросов безопасности страны, сразу же возникает вопрос о потерях в рыбохозяйственной отрасли, так как в случае присоединения южных курил, помимо нового разгорничения 12-мильных территориальных вод, увеличивается 200-мильная исключительная экономическая зона Японии в Охотском море. На территорию этих островов и в их приближных зонах разведаны запасы нефти, природного газа, ртути и цветных металлов. Например, около вулкана Кудрявый есть богатейшая в мире известных месторождений Рения. Пока эти недра не осваиваются ввиду отсутствия надлежащей инфраструктуры, сейсмической активностью региона и относительно небольшого объема недр. И кто бы что не говорил, неопределенность по вопросу о принадлежности островов отпугивает большинство инвесторов и не только тех, кто занимается добычей полезных ископаемых. Почему же Япония уже почти 80 лет не признает нынешние фактические границы, а Россия с Японией не подписала мирный договор со времен Второй мировой войны? Для этого нужно пробежаться по истории отношений России и Японии. В 1644 году по итогам японских экспедиций 1635-1637 годов была составлена первая японская карта Сахалина и Курильских островов. В России первое официальное упоминание о Курильских островах относится к 1646 году, когда участники экспедиции Ивана Москвитина к Охотскому, на тот момент Ламскому морю, рассказал о населяющих острова Бородатых Айнах. В 1772 году российские власти отнесли Курильские острова под управление главного командира Камчатки. В 1786 году императрица Екатерина II издала указ о защите прав на земли Дальнего Востока, в числе которых называлась и гряда Курильских островов, касающиеся Японии. 7 февраля 1855 года Япония и Россия подписали первый русско-японский договор. Семорский трактат о торговле, границах и установлении дипломатических отношений. К слову, каждый год 7 февраля Япония празднует День Северных Территорий. Документ устанавливал границу стран между островами Итуруп и Уруб. К Японии отходили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабамай. Остальные Курильские острова признавались российскими владениями. На Сахалине же были как российские, так и японские поселения. В 1875 году был подписан Петербургский договор, по которому Россия передала Японии права на все Курильские острова в обмен на японскую часть Сахалина. Таким образом, границы были урегулированы. В 1905 году по результатам русско-японской войны был подписан Портсманский мирный договор, согласно которому Россия уступила Японии право на Леодунский полуостров с порт Артуром и Дальним. Стороны обязались одновременно вывезти войска из Маньчжури, а также Японии переходила южная часть Сахалина. Граница между российской и японской частью Сахалина проходила по 50 градусу северной широты. С 1920 года началась оккупация Японской империи Северного Сахалина на фоне революции в России и двоевластия на Дальнем Востоке. 1925 год. Подписание Пекинского договора. Япония установила дипломатические отношения с СССР, фактически признав власть коммунистов. По условиям договора Япония выводила войска из земель Северного Сахалина с правом на добычу полезных ископаемых. В августе 1945 года СССР в нарушение договора о нейтралитете с Японией начали Маньчжурскую, Южно-Сахалинскую и Курильскую наступательную операцию, в ходе которой привели силы Японии к капитуляции в Маньчжурии и заняли интересующие нас южную часть Сахалина и Курильские острова. Согласно договоренностям с союзниками, СССР соглашался вступить в войну с Японией на условиях получения взамен островов Курильской гряды, Южного Сахалина, а также на оккупацию острова Хоккайдо. Однако Хоккайдо не был оккупирован по приказу Сталина в связи с рисками больших потерь и уже случившейся капитуляцией Японии. 1956 год. Подписание декларации о завершении состояния войны СССР и Японии. По условиям декларации, группа островов Хабамай и остров Шикотан переходили Японии после заключения мирного договора. Однако позже японская сторона отказалась от подписания мирного договора под давлением США, которые пригрозили, что в случае снятия Японии претензии на острова Итуруп и Кунашир в состав Японии не будет возвращен архипелаг Рюкю с острова Макенава, которые на тот момент находились под контролем США. Конечно, на данный момент архипелаг Рюкю – это суверенная часть Японии. Но как бы то ни было, вот в таком подвешенном состоянии находятся дипломатические отношения России и Японии и по сей день, а возвращение южных Курил стало национальной идеей Японии. Охотское море является одним из самых продуктивных в мире по развитию Бентаса. Оно занимает по этому показателю второе место после Азовского моря. Это богатейшее море, настоящий морской колондайк, ведь в его водах обитает 276 видов различных морских рыб, из которых 30 являются промысловыми. В основном здесь добывают минтай, сельдь, треску, навагу, камбалу, песчанок, морских окуней. Широко распространен промысел крабов и дальневосточных лососей. Именно лососевая группа, к которым относятся горбуша, кита, нерка и другие, являются главным богатством Охотского моря. В 2021 году наблюдался резкий прирост популяции лососевых. Лососи зимуют в водах Тихого океана, к юго-востоку от Курильских островов. Затем идут на нерест в реки Западной Камчатки, Сахалина и северного побережья Охотского моря. Основу промысла лососевых в Охотском море составляет горбуша. Кстати, свое название горбуша рыба получила из-за горба, который служит брачным нарядом самцов во время нереста. Когда рыба приплывает в пресноводные устья рек из соленых морей и океанов, она начинает видоизменяться, меняя окрас, строение челюсти и форму тела. И у горбуши появляется характерный горб. Такие метаморфозы особенно заметны именно у самцов. Основу же российского рыболовства в Охотском море, как и в Беринговом, составляет ментай, хотя в последнее время наблюдается спад объемов вылова по этой рыбе. Из млекопитающих в Охотском море в основном водятся те, что обитают в Беринговом море. Перечислим тех, численность которых в последнее время резко сократилась. Это гренландский кит, южный гладкий кит, серый кит и финвал. На островах Охотского моря насчитывается около 30 действующих вулканов. На действующем вулкане Кудрявый, который расположен на острове Итуруп, в 1999 году были зафиксированы фраатические взрывы. Вулкан Эбека является одним из самых активных на Курилах. Последняя активность вулкана была отмечена в феврале 2013 года. Тогда он выбросил облако газа на высоту около 200 метров. Вообще, Курильские острова и Курило-Камчатская зона отличаются чрезвычайно высокой сейсмической активностью и постоянной опасностью возникновения здесь сильных или катастрофических землетрясений. Одним из последних стали Симуширские землетрясения в 2006 и 2007 магнитудами 8,3 и 8,1 баллов. В 1995 году на Сахалине произошло самое трагическое землетрясение в России за последнее время. Был полностью разрушен Нефтегорск. Наиболее крупные месторождения нефти и газа в Охотском море открыты на побережье острова Сахалин. Самым уникальным по способу добычи газа является Керенское месторождение, расположенное на шельфе Охотского моря. Особенность добычи заключается в том, что добыча углеводородов в сложнейших климатических условиях подо льдом осуществляет подводный добычный комплекс. Эта технология способна обеспечить добычу топливных ископаемых без строительства дополнительных конструкций в надводном пространстве. Нефтегазоносный бассейн разделен на нефтегазовые блоки или проекты, из них высокоперспективными считаются Сахалинский, Магаданский и Западно-Камчатский проекты. Западно-Камчатский шельф Охотского моря является уникальным районом с большой концентрацией ценных видов биоресурсов, исходя из данных департамента по рыболовству Камчатского края. Ежегодно только в прилегающей к Камчатке водах в восточной части Охотского моря выделяются лимиты на вылов рыбы и морепродуктов на сумму более 1 миллиарда долларов США. С другой стороны, по оценке экспертов, прогнозные ресурсы западно-камчатского шельфа составляют около 1 миллиарда 800 тысяч тонн нефти и более 2 триллионов кубометров газа. Западный шельф Камчатки – место, где лоб в лоб столкнулись интересы рыбного промысла и добычи углеводородов. Сторонники освоения шельфовых месторождений говорят, что промысел рыбы у берегов Камчатки все равно сокращается, а добыча углеводородов здесь будет проводиться с использованием технологии так называемого нулевого сброса, что минимизирует риски воздействия на окружающую среду. Однако вряд ли с этим согласятся промысловики. По мнению экологов, очевидно, что освоение нефтегазовых месторождений у берегов Камчатки не может быть осуществлено без определенных последствий для окружающей среды. Вопрос лишь в том, насколько велики будут эти пагубные воздействия. На данный момент добыча углеводородов на западном шельфе Камчатки не ведется. Основную часть токовых вод в Охотское море приносит река Амур. Также в него впадают Уда, Тымь и Охота, в честь которой было названо море. Рядом с устьем этой реки расположен один из первых в истории страны русских населенных пунктов на побережье Тихого океана, портовый городок Охотск. Также основными портовыми городами Охотского моря являются Магадан, Паранайск, Шахтерск, Углегорск, Николаевский на Амуре. Охотское море является поистине бесценным. Оно играет огромную роль для России в стратегическом плане. Обладает самыми большими и самыми ценными биоресурсами из всех морей, омывающих Россию, а также в его недрах содержатся большие запасы углеводородов. Уникальна природа этих мест. Если вы живете на побережье Охотского моря или были там, пишите в комментариях о ваших впечатлениях. Личный опыт самый ценный. С вами был канал «Просветись» для тех, кто хочет знать больше. Субтитры сделал DimaTorzok